всем здорово народ не виделись тысячу лет сегодня мы будем говорить про контакт точнее вам расскажу про 5 фишек которые вы возможно не знали но они очень сильно ускоряют упрощают работу с этим сэмплером начнем мы самого простого это мультиченнелинг то есть эта возможность использовать один контакт и закинуть него дохрена ли он сколько угодно вам до 16 по моему если быть точным инструментов давайте предположим у нас есть ситуация мы хотим сделать в одном контакте несколько струнных пускай это будут скрипки спиката вот они первые пошли загрузились все отлично могу играть но что если я хочу использовать этот же эту же дорожку этот же сэмплер чтобы загрузить сюда еще предположим предположим виолончили я это могу сделать легко и просто если я настрою midi input и midi output и у меня про это есть отдельный большой урок как видите сейчас я играю на своем виде клаве у меня играется только один инструмент и все это потому что у меня midi input channel 1 уже занят если я поставлю здесь точно также channel 1 так пожалуйста channel 1 да я могу играть двумя инструментами одновременно но мы не хотим так мы хотим сделать чтобы было два полноценных играбельных инструментов вообще не вопрос для начала назначите здесь порт 2 на midi channel для второго инструмента давайте лишнюю информацию как-то скроем чтобы нет не скроем и так теперь у нас есть возможность посылать сюда midi информацию но как это сделать если у нас физическая клавиатура то одна для этого нам нужно в кубейс или в любом другом дав напишите кстати в какой дав работаете вы сделать миди дорожки мы сделаем 2 пока не будем их никак называть и здесь мы указываем номер канала на которой мы посылаем данную информацию как вы помните у нас в нашем контакте стоят channel 1 channel 2 теперь смотрите когда я выбираю midi channel 1 и вот у себя слева на таймлайне как видите он задействует нужный нам инструмент скрипки канала 1 если выбираем второй вы чудо он задействует наш второй инструмент первый при этом не затрагивается то есть отлично мы сделали так чтобы мы могли управлять этим двумя инструментами без каких-либо проблем точно также можно настроить вывод стерео информации на отдельной стерео дорожки но об этом если интересно напишите в комментах сделаю отдельный видос итак поехали дальше фишка номер два это встроенная обработка давайте опять же на примере данных скрипок рассмотрим этот прием если мы например хотим немножечко подрезать высокие что мы обычно делаем мы добавляем на нашу дорожку эквалайзер нагружаем систему все это здорово но у контакта есть и на этот случай решения мы нажимаем вот на этот ключик у нас открывается что-то страшно и непонятно и здесь есть такая вкладочка как insert эффекты в которой мы можем с вами загрузить любой из предложенных на выбор эффектов и здесь ребята поверьте до хрена да выглядит страшно как будто мы на windows windows я не знаю 2000 работаем то есть что-то очень старая но тем не менее зайдем в разделы q выберем допустим gq что у нас здесь получается у нас с вами получается обычный параметрический эквалайзер то есть у нас здесь есть частота которую срезаем и собственно насколько мы ее срезаем если вам это непривычно вы можете попробовать любой другой например обычный классический трехполосный эквалайзер этого более чем достаточно его разница заключается в том что он парографический то есть он здесь нам и визуально отображает что с нашей информации происходит то есть например давайте хотим приподнять немножко вверх убираем частоту допустим 7 килогерц нет не 700 7 килогерц например делаем boost точнее делаем колокол поуже не давать пошире сделаем и делаем вот такой горбик то есть вы видите визуально что происходит с частоткой очень удобно есть пресеты можно использовать классно и вы экономите ресурсы и не перегружаете свой идет у вас наверное это будет insert track все счастливы все довольны поэтому кто еще не пользовался обязательно посмотрите ребят эффектов здесь дофигища даже есть реверберация вы когда-нибудь вообще пользовались реверберации кубейс вот попользуйтесь и опишите свои впечатления а мы едем дальше третья фишка про который хочу вам рассказать это возможность быстро находить нужные вам инструменты в вашем контакте например если у вас как у меня просто огроменное количество различных виртуальных инструментов точнее библиотек в каждой из которых находится еще очень много инструментов артикуляции в этом бывает иногда тяжело разобраться сэмплере контакт есть обалденная функция которая называется дата бейс если вы зайдете в нее вы увидите что здесь он автоматически определяет все ваши банки все ваши инструменты и классифицирует их чтобы вы могли легко и быстро найти ну например флейту я нажимаю вот он мне подтягивает что у меня есть библиотека nucleus где скорее всего есть то что мне нужно и подходит ну и подходящие под определение артикуляция правда мне зачем-то флейты закинул еще и гобой ноте они похожи давайте будем уж на то честны если вы не согласны напишите об этом но тем не менее то есть я на скорую руку могу хотя бы вспомнить в какой библиотеке я могу покопаться это порой спасает часы если не просто десятки часов то есть например драмсы открываю тоже вот он не подсказывает каких библиотеках у меня это есть я могу в два клика закинуть это сюда и буду счастлив вот у меня беру лук дизайнер в этой библиотеке можно поковыряться следующая фишка 4 про который хочу поговорить она возможно не всем будет актуально но тем не менее бывает такая история когда вы например добавляете в свой контакт какой-нибудь синтезатор или какой-то звук в котором есть определенный детюн то есть он не совсем четко попадает в тон и это художественный эффект да это здорово но если вы хотите сделать звук четким но сомневаетесь в этом здесь есть отличная функция камертона которая как раз нам в этом с вами и поможет для того чтобы его активировать ну будем называть это тюнер по факту для этого мы нажимаем на раздел окна и включаем мастер появляется еще одна панелька где мы можем дополнительно регулировать звук мастер канала и здесь есть вот такая замечательная функция генерируется волна с нужной нам чистотой и мы можем здесь выбирать то есть мышкой зажимаете левой кнопкой двигаете выбираете нужную вам ноту например вот пускай будет соль и например я хочу проверить вообще попадает ли у меня это дело в соль я убедился что попадает то есть эти скрипки нормальные чинить их не надо рекомендую проверять инструменты в основном синтетические где бывает параметр детюн если вы например присед какой-нибудь дернули а там много детюнов проверьте если сомневаетесь мне иногда помогает так ну и на десерт самая интересная библиотека которая позволяет быстрее загружать инструментов в контакт если вы работали с большими библиотеками инструментов особенно оркестровыми то вы знаете что они и сами весят до хрена и да еще и грузится в проекте очень много эта функция называется бачу и сейф она что она делает она не делает никакой магии она ничего не докачивает она кэширует в ваш сэмплер shortcut и то есть быстрый путь к всем нужным сэмплом которые задействованы в том или ином инструменте как это работает давайте покажу вам пример берем библиотеку server от аудио империи и например хотим загрузить какой-нибудь инструменту давайте вот это будет drum kit v1 закидываем и все проект встал то есть он сейчас что делает он ищет на каком диске у меня это находится пытается найти все нужные сэмплы и это занимает порой очень много времени то есть он еще даже грузиться не начал а уже ну подвис вот я сейчас засеку время сколько ему потребуется для того чтобы эту библу подтянуть кстати пока ждем загрузку я напоминаю что можно подписаться на этот канал здесь довольно часто выходят уроки и не только уроки также есть шорты и прочие интересные радости жизни подпишите а надо же не прошло ровно две минуты заняло чтобы этот инструмент загрузился так обратите внимание он еще и сэмплы пока подгружает это крайне много нас это не устраивает мы его отсюда выпиливаем и запускаем бачри сэйв как это делается нажимаем на значок дискеты дальше переходе в раздел бачри сэйв тут контакт в дает нам предупреждение что эта штука может вам все на хрен сломать все может начать работать некорректно и это занимает много времени поэтому убедитесь что вы сохранили резервную копию только потом приступайте не совсем слово в слово перевел но суть такая вы все равно говорите что плевать и дальше вы указываете путь к вашей библиотеке не к библиотеке не к папке где все библиотеки лежат а именно к библиотеке поясню зачем это нужно и пожалуйста послушайте внимательно если вы укажете путь к папке где лежат до хрена ваших библиотек у вас скорее всего бачри сэйв просто не не прогрузит какую-то одну из них какая-то из них будет поломана или еще что-то и тогда весь процесс он занимает порой часы просто пойдет на смарку поэтому все что вам нужно это указать путь к одной библиотеке от процессе т.е. и потом уже например добавлять другую рекомендую делать с теми с которыми вы работаете очень часто все подряд ресейвить не стоит так что поэтому я беру так то что процесс закончился давайте же теперь проверим насколько изменилась скорость закидываем тот же инструмент бам пум пам и немножечко подгрузки бам инструмент загружен вместо двух практически двух с половиной минут время сократилось до трех секунд и это работает практически со всеми библиотеками особенно которые жирные пишите какие фишки для вас лично были новыми также напишите какие еще видео хотели бы увидеть на этом канале напоминаю видосы выходит раз в неделю поэтому рекомендую подписаться также вступайте в группу вконтакте у нас там есть премиальный чат это супер возможность поддержать данный канал а также получать кучу полезного контента мы там делаем рассылки бесплатного официального софта плагинов а также проводим закрытые стримы с уроками и курсами так что вступайте буду вас ждать ну а на сегодня все всем удачи с вами был андрей верченков всем пока